Итак, сейчас мы добавим в наш интернет-магазин новую категорию товара. Категория товара – это то, что мы видим в верхней строчке меню, и то, что мы видим вот здесь, в подменю, это называется дочерняя категория. Итак, откроем наше описание товара. Описание товара, вот оно у нас. Так, это товары, называются бытовые фильтры и реагенты для водопроводки, свод. Сейчас мы так и назовем нашу новую категорию. Так, откроем. Сейчас я это пока перенесу. Так, отлично. Откроем наш магазинчик. Категория у нас находится в меню товара, в меню добавления товара. И вот у нас есть раздел категории. Так, сейчас залогинимся в магазинчик. Заходим. Вот у нас раздел категории. Здесь, видите, основные категории, дочерние категории, показаны вот таким вот образом. Дочерняя и возле нее, и ее материнская категория. Так, сейчас мы создадим основную категорию. Это, так, вот она у нас. Нажимаем кнопочку добавить. Так, и сейчас придумаем ей название. В принципе, название можно будет потом отредактировать. Но, думаю, нужно придумать что-то такое, чтобы оно было не очень длинным. Так, бытовые фильтры и реагенты для водоподготовки. Так, так, так. Ну, вот возьмем пока вот это. Название сюда скопируем и вставим. Так, ой. Так, вот мы ее создали. Мы ее продублировали в метод тегах. Во всех вот этих вот разделчиках. Не забываем перевести на украинский. В принципе, если будет интересно, я запишу видео о том, как отключить перевод. И магазин будет просто с одним языком. Но это если вы не планируете двуязычности магазина в дальнейшем. Так, раз, два, три, четыре. Так, это мы сохранили. Так, родительской категории у нас у этой категории нет. Вот, если бы она была, то мы выбираем, выберем. Ее нужно выбрать вот из этого разделчика. Так, сейчас добавим этой категории изображений. Сейчас будем смотреть. Ага, вот, смотрите, как раз красивенькое такое изображение. Занимает немного места. Так, итак, мы сейчас нашли красивую картиночку. Сохраняем изображение себе на компьютер. Так, секундочку. Так, новая группа товаров. Так, сохранили. Эту вкладочку можем закрыть. И теперь заходим, добавляем изображение. Так, здесь создаем новую папочку для новой категории товара. Так, вот мы ее создали. Так, сюда заходим. Загружаем картиночку. Вот так. Так, выбираем. И вот она теперь у нас здесь. Так. Отмечаем, показывать в главном меню. Включено. Так. Здесь мы ничего нового не добавляем. И сохраняем. При желании здесь можно еще добавить описание категории. Чтобы у нас было красивое описание этого всего дела. Так. Ага, вот. И сейчас посмотрим. Ага, то же самое, что мы видели в PDF-ке. И вот у нас есть эта информация. Вот. Так, это мы. Забрали. Забрали. Сохранили. Теперь смотрим на нашу страничку Aqualine. И вот у нас появились фильтры реагенты для воды. Так. Сейчас мы эту категорию перенесем. Так. Для этого вот у нас, видите, есть порядок. Она у нас получилась нулевой. А мы хотим, чтобы она была немножечко позже. Для этого мы сейчас переставим ее. Немножко изменим ее место. Для этого вот здесь меняем единичку на шестерку. Сохраняем. Обновляем. Ну-ка, еще раз. Так. Данные. Редак сортировки. Ага, вот здесь надо было поменять. Прошу прощения. Так, сейчас. Вот.